Гробы 25, вот есть 45 гробы, вот они уже шелковые, но в основном стандарт гробы, которые берут, вот они у нас 25. Туда уже входит и подушечка, и сверху крестик на защелочках. Сфера ритуальных услуг в Тимиртау сегодня считается одной из самых востребованных. По словам директора одного местного ритуального агентства, проводы близкого человека в последний путь обойдутся ее клиентам примерно в 150 тысяч тенге. Здесь уже, конечно, зависит все от людей, от их бюджета. Если мы смотрим, если человек действительно, что у него нет, мы, конечно, стараемся самое немножечко дешевое предложить, чтобы он уложился. Потому что бывает такое, что даже где-то 120 людей выходит, где-то 95, потому что кто-то своими силами закапывают, где-то оградочку не надо, где-то на работе делают. Ну, вот от 95, получается, до 150 людей у нас хоронятся. Сумма увеличится, если человек скончался от коронавируса. В этом случае придется дополнительно заплатить агентству за транспортировку тела на кладбище. У нас, ребята, мы специально закупили костюмы, которых одноразовые, в которых, ребят, мы одеваем, как говорится, и едем туда в узинку, забираем. Никому не отказываем, мы забираем, конечно. Но немножечко, конечно, за машину мы берем чуть побольше, например, там 10-20 тысяч, потому что, видите, расстояние большое, мы сразу везем на кладбище. Ранее в социальных сетях уже обсуждался вопрос о завышении цены ритуальной услуги. Для того, чтобы прекратить спекуляцию на чужом горе, по решению главы региона, акиматы всех городов области договорились с ритуальными агентствами о фиксации цен на похоронные услуги, вне зависимости от причины смерти человека. Акиматы городов провели соответствующие переговоры со всеми вот этими структурами, которые занимаются похоронными и ритуальными услугами, и на сегодняшний день договорились. Предположим, по Караганде эта цена, вне зависимости от чего человек умер, 150 тысяч тенге. Это вся полная комплекс вот этих ритуальных каких-то услуг, плюс перевозка, захоронение и так далее, 150 тысяч тенге. Если, например, надо человека покойного отвезти там условно какую-то любую другую точку по области, она не может быть выше 200 тысяч тенге. Также Акимобласти отметил, что завышающих цены граждан будут наказывать и попросил по данным фактам обращаться в пресс-службу или приемную Акимата. Александра Любимова, Сергей Баданин, Новости Тимиртау.